Ну а в Бресте тем часом запалила огни Головная Ёлка в области. Ее урочистые открытие собрало на Головной площади областного центра некольки тысяч горожан. Меркучи по количеству пришелших на площадь Ленина в этот вечер, указочные отсюда все еще верят. А Ёлка по раннейшим Головный новогодний атрибут в брестских семьях. Открытие Головной зеленой пригожения Брестчины стало соправдной подеей, которую не обмянули и те, кто рыхтовал ее для простолчан. В преддверии Нового года мы даем сегодня старт подготовки к Новому году. А горожанам, ну конечно, в преддверии, чтобы они сумели за эти дни, которые остались за Нового года, доделать то, что они доделали за этот год. А Новый год они встретили с хорошим настроением и счастьем. Як и прописано старожитным казачным новогодним уставом, для того, как свято отбылось, головным персонажам пришлось пройти прозвы пробовании и перемахчить тех, кто намагался свято перешкодить. У гонор-перамоги в расчистый марш в выконании целого оркестра дзядов-борозов. И нареште кульминация вечера. Ёлочка, гори! Вот и засияла, засверкала красавица наша ёлочка. Главная ёлка города Бреста. И дорослые дети кружат в новогоднем караводе в окол головной новогодней прогожунья. Новогодняя ёлка – это детство, это воспоминание о детстве. Ожидаю только хорошего от будущего года. Такой восхитительный праздник, такое хорошее настроение. И хочется эту радость передать и детям, и внучке. Я хочу пожелать всем, чтобы люди могли получать удовольствие от мелочей и сами создавать себе праздники. Таким чином для того, как створить себе свято, потребно усяго только жадание. Ну а умовы для натхнения горожан постарались изробить городские улады. Ну, думаю, что люди дадут оценку этой работе. Мы вчера с моими подчинёнными объехали город, посмотрели, где надо ещё доделать, где довезти. Ну, в этом году мы впервые украсили новыми абсолютно украшениями кобрунский путепровод. Обратите внимание, это очень красиво. Алиса Григоршук, Юрий Плинда, областные новины, Брест.